Доброго здоровья! С вами снова я. И мне на стену повесили видео, которое называется «Допрос пришельца спецслужбами США». Ролик длится 4 минуты 33 секунды. И вопрос к нему. Приветствую, Руслан и друзья! В этом видео пришелец говорит о том, что в следующем веке человечество будет уничтожено ядерной войной. Это правда? И откуда он вообще взялся? Наверное, начнем с последнего вопроса. Откуда он вообще взялся? Кто, Ролик или пришелец? Хотя, возможно, вы имеете в виду обоих. А некоторые, только начиная его смотреть, сомневаются в настоячности этого ролика или в том, что он снят. Что это документальная съемка, а не постановка или спектакль. Некоторые уже поспешили написать, что это фейк. Я до этого не опущусь. Соболезную тем людям, которые обесценивают чужой труд таким образом, потому что каждое действие имеет равное противодействие, независимо от того. Услышали, а услышат, увидят где-либо как-либо какую-то критику против этого ролика. это уже не их дело. Жизнь или местные законы возвратят все то, что каждый из себя излучает в сторону кого бы то ни было. Человека, события, ролика. То есть попытка кого-то разоблачить, попытка раскритиковать, попытка обесценивать возвращаются к автору высказанному или написавшему это. То есть каждый получит то, что высказал. Можете не думать, что только поэтому я не выскажусь подобным образом. Мне этот ролик понравился. Но это и не значит, что я подтверждаю или говорю, что это реалистично, что это настоящая съемка настоящего пришельца. И возможно в том числе, потому что сам он себя пришельцем не называет, а сам он в этом ролике сказал «Я землянин из будущего». Его переспрашивали и здесь он выглядит не как человек или не как современный человек. Он похож на тех, которых здесь у нас принято рисовать, изображать и даже в съемках документальных видеть, как инопланетян с большой головой, с небольшим телом, хотя рост варьируется у тех, кого называют пришельцами. И он пояснил, почему он такой, в ответах на вопросы. Потому что он эволюционный потомок и результат изменений, особенно после ядерной войны, результат длительной приспособляемости к новой жизни. И вы спросите, так что я подтверждаю эту историю, что это на самом деле было, это настоящие кадры. можно я воздержусь от того и другого, от этих двух крайностей? Потому что мое подтверждение может вызвать волну вопросов, а где доказательства? А чем ты подтвердишь? доказывать не мое дело? И это может вызвать смех и в том числе критику со стороны тех, кто уверен, что это фейк? А можно я скажу, что я не знаю? Но смотря этот ролик, я его когда-то давно видел. Но сейчас посмотрел, потом еще раз посмотрел. И я вошел в ту реальность, в которой это существует. Вы спросите, а это наша реальность или параллельная? Это наше будущее? А вот здесь сейчас давайте разберемся. в этом видео пришел изговорит о том, что в следующем веке человечество будет уничтожено ядерной войной. А вот теперь это правда? Откуда он вообще взялся? Сейчас возможно я не утверждая ни того, ни другого, ничего, попробую задавать вам вопросы. Особенно это адресовано к тем, кто считает, что это фейк, что это спектакль. И здесь в ролике говорится, что в следующем веке. А вы допускаете, что этот ролик был снят в двадцатом веке, сейчас двадцать первый? Здесь черно-белая съемка. Качество съемки весьма низкое. как раз соответствует прошлому веку. И я в своей жизни в последнее время стал допускать все варианты. И для тех, кто думает, что это не настоящий ролик, я могу предложить или задать, предложить ответить внутри себя на некоторые вопросы. А вы можете допустить, что этот ролик, что текст этого ролика, диалог этого ролика записан за настоящим допросом? Вы можете допустить, что мнение, которое передавало это существо, как он себя называет, что он человек, то есть так его и буду называть, что передавал этот человек из будущего соответствует мнению его общества? И он говорил искренне. Вы можете это допустить? Что этот ролик мог быть снят как спектакль, но текст диалог был взят с настоящего допроса человека из будущего? Вы можете допустить, что из будущего сюда могут приходить люди и не люди? Вы можете допустить, что из разных временных веток будущего сюда могут приходить и быть допрашиваемы некоторые, а некоторые разговаривать с нами на равных, а некоторые даже не пытаться с нами говорить, а просто наблюдать или выполнять то, зачем они сюда пришли. Вы можете допустить, что возможности людей и не людей, приходящих сюда из будущего разнятся и кто-то делает ошибки, кто-то допускает то, что его могут пленить, кто-то не успевает или не может предусмотреть все случайности в кавычках, при которых он попадает в плен. А вы можете допустить, что подобных допросов было не один, не два, не десять, не пятьдесят, а больше, и намного больше, и что они были не только в Соединенных Штатах Америки и продолжают бывать, продолжают случаться с некоторыми не столь высоко развитыми пришельцами ситуации, в которых они попадают к местным властям, той страны, на которой они совершили аварийную или вынужденную посадку. случаи, при которых они выжили, были ранены, не обязательно человеком, потерпели крушение, вступили в бой, не обязательно с людьми, хотя бывало и были попытки и эти, но с другими пришельцами или другими людьми или не людьми из будущего или из прошлого или из параллельного или из других реальностей измерений. А теперь перейдем к вопросу, что человечество пришельц говорит о том, что в следующем веке человечество будет уничтожено ядерной войной. Это правда? Можете допустить, что это правда? И повлияет ли это на вашу реальность, на ваше будущее? Вы можете управлять своей реальностью? Вы можете позволить допустить побольше вариантов исхода событий? А некоторые скажут, некоторые, кто достаточно начитан, просвещен, просветлен, скажут, я сам управляю своей реальностью, я хозяин, я выбираю каждый миг, что со мной произойдет. А вот в этом мы можем проверить. Вы сами можете проверить себя. Всегда ли вы довольны тем, что происходит вокруг вас? Бывает ли у вас страх? бывает ли у вас сопротивление? Бывают у вас возмущения, недовольства? Бывают ли у вас отрицательные эмоции? Если да, то управляете ли вы своей реальностью? Если вы допускаете или без сознательного вашего управления это происходит у вас, с вами или перед вами, или вы это сами испытываете? Вы испытываете разрушение своих планов, намерений? Происходит ли это с вами? Все ли идеально в вашей жизни? Если не все, значит, управляете ли вы своей реальностью? или вы просто хотите научиться этому? Или вы просто стремитесь к управлению, но все еще не смогли взять в свои руки полное управление своей реальности? или когда вы выходите на улицу? Когда вы идете на работу или в магазин? Или вообще выходите из дома? Случается ли вам поймать состояние, когда вам слишком холодно? И вы жалеете о том, что была мысль, но вы не одели какую-то одежду? или вообще просто не одели что-то дополнительное, чтобы вам принесло комфорт? Случается ли с вами, когда вас застает врасплох дождь и вы жалеете? Почему не взяли зонтик? Или думаете, что зонтик бы или плащ или куртка сейчас бы помогли, но вы не догадались? Это означает управляете вы своей реальностью? Или только мечтаете об этом? Похоже ответ очевиден? Это означает, что вы и еще те из вас, которые выходят на улицу и все у них идеально, это значит, что они управляют не только а нет, что они управляют реальностью и значит погодой и значит окружающими людьми или всем тем, что на каком расстоянии от них так, чтобы им не причинять дискомфорта? Можете ли вы это? Всегда ли с вами так? Или только иногда? А некоторые могут сказать со мной такого вообще? Хотя из вас каждый из вас по-разному это оценивает? То есть если вы не способны управлять погодой та, которая происходит над вами и у вас случаются казусы, когда вы промокли под дождем или вас продуло и у вас потекли сопли или вы простыли или начала подниматься температура означает ли это, что вы управляете реальностью или собой? Может быть а может быть и многоточие управление своей реальностью включает себя и управление погодой когда вы можете надвигающийся дождь или начинающийся тут же прекратить остановить или раздвинуть над собой тучи, облака, дождь и идти в сухом виде когда вы к этому не готовы это означает что в этом вы управляете и если с вами такое всегда вы всегда способны это делать а вы способны создавать погоду у себя над собой хотя бы только над собой значит управляете если это происходит всегда только так если вам надо куда-то в магазин или выйти а на улице дождь можете ли вы вокруг себя создать область без дождя без применения зонтика плаща и куртки если не можете управляете ли вы своей реальностью или только мечтаете об этом так вот к чему я это все говорил как я раньше и говорил в некоторых видео каждый из нас управляет своей реальностью однако я делаю новые выводы я не способен управлять погодой живя в крупном городе в данном случае в Москве потому что это для меня пока трудно для этого мне предстояло бы управлять кармой и реальностью окружающих меня людей из-за которых происходят всякие разные погодные аномалии дождь ветер ураган мороз жара превышающий комфорт мой или тех людей и поэтому в следующем веке будет уничтожено человечество ядерной войной но раз этот человек изменившийся человек живет значит не все человечество это значит что способны ли вы остановить войну я думаю раз люди не способны управлять погодой или конфликтом между собой у которых которые и в большинстве своем подавляющем если почти не все да вот и люди испытывают отрицательные эмоции спорят волнуются испытывают страх и агрессию я даже могу сказать за собой это в этом году я испытывал что же я испытывал волнение испытывал вроде бы так не помню что тут может быть уже забыл может быть не в этом может уже в этом научился управлять этим а негатив испытывал по отношению к тому кто про меня думал и высказывал кому-то негатив вот то есть я еще не способен управлять этим я еще вовлекаюсь или вовлекался еще недавно сейчас может быть уже так но уже несколько дней как я справляюсь с этим вспоминая негатив по отношению ко мне я не вызываю в себе негатив у меня небольшие успехи и поэтому но это я еще не научился управлять конфликтами других людей и поэтому за поэтому остановки или регулировки событий которые приводят или могут привести к ядерной войне занимаюсь не совсем я или вовсе не я а те кто способны это регулировать это те мои или наши я которым еще интересно этим заниматься которые могут которые хотят это делать но они еще вчера это хотели и несколько конфликтов ядерных уже было установлено уже было несколько провокаций как со стороны нескольких стран или точнее группировок или отдельных недораз не соф так нет оценки это лишнее отдельных личностей которые были во главе некоторых военных групп которые пытались санкционировать начать ядерный конфликт которые пытались запустить нажать на ядерную кнопку а вы спросите это США или Россия я скажу ядерным оружием обладают несколько стран и это как минимум официально несколько стран уже известно несколько крупных и считающихся развитыми стран даже могу некоторые вспомнить это США Россия Израиль Великобритания Франция Китай Северная Корея такая слабая и такая голодная страна даже она уже обладает этим оружием и там еще кто-то и еще кое-кто неофициально уже так нет это лишняя информация я не должен это говорить чтобы ни подозрений не провоцировать неофициально 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 Продолжение следует...